Крупнейшая нефтяная компания России осталась без долгосрочных кредитов. Роснефть по-прежнему сможет вести дела с иностранными партнёрами. Но привлекать финансирование нефтяному гиганту будет гораздо труднее. Новые санкции запрещают американским компаниям выдавать кредиты на срок более 90 дней и приобретать акции фирм, попавших в чёрный список. По оценкам экспертов, Роснефти придётся искать новые банки, готовые выдавать кредиты, и сократить инвестиции в новые проекты. Глава компании Игорь Сечин считает, что поскольку Роснефть является бюджетообразующей для России, то санкции – это удар по гражданам страны и попытка ухудшить их экономическое положение. В такой же ситуации оказался и второй по величине российский производитель газа Новотек. Его совладелец Геннадий Тимченко ещё весной попал в санкционный список. В том же ряду – Внешэкономбанк, выступающий платёжным агентом российских властей, Газпромбанк и восемь производителей вооружений. Глава российского правительства уверен – успеха санкции не принесут. «Любые санкции – это зло. Они не добавляют оптимизма ни экономике, ни людям и никогда не приносят очевидного успеха. Более того, они не способны причинить и так называемый неприемлемый ущерб экономике, которая подверглась такому прессу». В отличие от мер против Ирана, санкции не затронуты, не ограничат экспорт российской нефти и газа, считают эксперты. По их мнению, США выбрали мягкий вариант секторальных санкций. Но они уже имеют системные последствия для российской оборонки, энергетического сектора и банковской системы, обслуживающей газ и нефть. Большинство аналитиков считают новый пакет мягким предупреждением Запада, но за ним могут последовать более жесткие шаги.